что еще сказать по саженцам у нас значит когда мы в питомнике вырасти саженец он высотой там метр метр шестьдесят у нас бывает и двухметровые саженцы когда мы их выкапываем мы обрезаем 85 процентов корня когда мы обрезали 85 процентов корня и этот же сажен с теми же самыми веточками посадили он у вас будет год болеть а потом конечно у него будет та сила поэтому мы рекомендуем саженцы обрезать до 40 сантиметров до 40 сантиметров здесь из боковых почек вы получите потом уже побеги если вы хотите делать веретено вы значит оставите лидеры будете из веретено мы делаем обычно среднеазиатскую чашу вот эту пиала мы называем где мы получаем 6-7 хороших боковых побегов остальные удаляем потом эти 6-7 мы обрезаем в середине лета еще раз получаем еще два побега и мы получаем примерно 12-14 стволов вокруг одного корня то есть у нас на одном корне на одной корневой системе у нас 12-14 саженцев и когда они достигают примерно трех-четырех сантиметров толщины мы начинаем по два саженца противоположно каждый год обрезать по кругу то есть мы обновляем потом с почки идет новая ветка и таким образом мы постоянно обновляем это дерево я не знаю как у вас здесь будет это практиковаться или нет но попробовать можно теперь еще одна значит важная часть это обрезка дерева то есть корневая система она опять же мы замечаем когда у нас дерево большое много веток то начинает плоды мельчать потом начинает разность плодов выше плоды помельче и ниже они покрупнее почему потому что все-таки дерево не может туда давать ну подавать скажем так питательные соки и поэтому и нужна обрезка поэтому вот это тот подвоем 9 он при малой корневой системе но постоянной влажности он дает очень крупные плоды потому что не нужно качать наверх все питательные это вещества и он получает это сразу и значит у нас все внутри что все ветки которые идут во внутрь они все вырезаются все обрезается особенно персиков персиков быстро загущается мы все внутрь что идет мы все обрезаем теперь мы смотрим чтобы они в бок не мешали оставляем или эту или эту и вот этот лидер который идет вверх ветки вверх идут это не продуктивные ветки они будут все время идти вверх если вы их не остановите у нас ветки продуктивные они примерно 45 градусов начинаются хорошо если они вообще горизонтальные то есть это ветки которые быстро спеют они быстро дают урожай и мы с них и снимаем зачем нам поднимать вверх вот эту вегетативную массу большую который корень должен обеспечивать когда мы можем регулировать что это вокруг мы можем и достать можем сделать обработку и нам это не составляет труда не нужно ли не лестнице не каких-то приспособлений поэтому обрезка она важно я еще раз говорю я не специалист по вашим условиям но я говорю то что мы делаем у нас вы можете попробовать ну какие вопросы будут я хотел бы ответить на вопросы так ну мне очень ценно это ваши эти наблюдения ваши то что вы сейчас сообщили но сожалению не все получается самое главное то что я услышал как музыку первое услышал как музыку еще раз говорю это для меня действительно музыка первое да нижние скелетные ветки кормят корни и нижние скелетные ветки это святое если геноме они полагаются дерево значит их нельзя отрезать вот хотя еще раз ваш ученый мир массе своей грешит тем что они не просто отрезают они учат студентов они учат публикациях все обыватели так далее вы сказали они кормят эта музыка для меня второе это само дерево кормят дело в том что нижние скелетные ветки скелетных ветвей понимаете мы не можем сказать что вот сто процентов так или так потому что если смотря какая у вас растительность по идее хорошо когда у вас ничего не растет под деревом ничего не растет и какие-то должны быть высоты потому что когда у вас в дожди сильные то первое негативное это получать нижние ветки понимаете если конечно у вас хороший биопрепарат вы обрабатываете у вас он работает на почве значит бактерия и работает на ветках проблем нету тут нужно смотреть а если вокруг все зарастает и вы не успеваете взять то тогда вы будете ловить мучнистую росу именно снизу тут нужно в общем смотреть полка я про свой регион в основном сухой или нужно до какие-то подставочки делать а второе знаете что вы сказали ценно вот это вообще настолько не общепринято что я даже получил по морде и так повторяю тоже вы сказали пересаживаем дерево вот корни нарушены корни обрублены и мы обязаны убрать большую часть крови до видеть я это препагандирую 20 лет вот и вместо этого получаю по морде вот могу привести много примеров когда вот посадили саженец изувеченными корнями целой крови два года не трожь не подходи к крови она в это время болеет правильно сказали вот тут мы тоже сходимся вот насчет этих чашеобразных лейтенал у нас не проходит по одной причине вот у нас мороз он такие страшные на раны раны так их добивает это невероятно у нас не заживает ни одна рана на кольцо ни одна не единая у нас и даже если на кольцо одну треть ветки от этого пол ветки потом смотришь вся ветка мертва рано на кольцо смотришь уже ветки и второго года третьего года возраста все мертво несколько лет и дерева нет у нас так особенно для любителей у нас практически садов то уже нет этих промышленных так перед нами вопрос чтобы достать его большой высоты а это действительно проблемы для промышленного сада хорошо под рукой раз калибровка в предельно крупные значит товарные тоже хорошо вас м-9 а у нас м-9 это значит корни просто замерзнут земля промерзает на два метра разве может а ведь это корни то искусственные двух-трех пятна корневая система это ска 5 ска 7 вот для нас нет нет я все таки уточняю для нас только сеянцы и при корневой отводке лес заражен миллионы вот тайга и они прекрасно держат мороз 40 45 градусов но самое главное нет это самое главное потому что закончится это я не смогу 10 лет назад 8 пришла страшная беда наука отмахнулась мол грибы патогенные так вот страшная беда у нас лучший регион в россии мы вышли на первое место нигде не в одном регионе не было такого количества дачных деревьев с шикарнейшими плодами начинали спросив закончили импортные шикарные плоды канадские американские сорта все было однажды они умерли вот взяли и умерли а до этого абрикосы как более нежные живы я вам еще не показал не укрывные персики живы не укрывные а вдруг чего это когда климат не стал жестче и вдруг случилась страшная беда мы забили тревогу я тут этот самый она не в этом в абакане вот приезжайте ищите это причину найдите есть догадка приехала с крайнего юга вместе с саженцами это может быть но нет но мороз то только не причем дело в том что просто есть такие климатические условия таких года когда патогены они размножаются быстрее понимаете природе поэтому нужно выпускать вот эти полезные бактерии я еще раз говорю у нас мороз был значит минус 32 мы высадили прошлом году персиковый сад один гектар 467 штук и у нас настолько треснуло я просил его полить у нас там сухо просим хорошо залить сад зиму он этого не сделал и поэтому при этом морозе растреснула кора и получились таки прям дупло сильные и вот используя их инсектомен и биосинергин и фунгимен тоже вот мы смешивая сразу и сейчас затянулись и тут в общем дело они прям стали внутри вот так вот так внутри как-то выходите затягиваться и затягиваться то есть дерево когда нету болезни она какими она затягивает свою рану как человек поэтому мне понравились эти биопрепараты но только единственное то что они работают на большие компании у них всегда литр это самое мало мы хотим сейчас у нас но это в кыргызстане делать именно для садоводов и для таких садоводов которых 30 соток 50 соток малины у нас очень много клубники много и вот для них сейчас сделать фасовку писать рекомендации и еще что мы делаем я пишу технологические карты то есть расписание всех работ по яблони по груши что нужно когда нужно какие понимаете вы поймите что когда дерево начинает вегетатировать в него начинаются ботанические характеристики сначала она набухает почка потом выходит цветок потом начинает спеть пыльца потом начинается опыление потом начинается зависть это все ботанические характеристики и в каждую характеристику почти в каждую, нужен свой питательный элемент. Поэтому мы используем жидкие комплексные удобрения, жидкие комплексные удобрения, особенно фосфор и бор. Серы у нас не хватает. И, конечно, вот эти биопрепараты. Поэтому мы рассчитываем получить экологически чистые и с другой стороны, знаете, стоят два человека по 60 лет. Один здоровый.